Крылова 52 – первый объект в списке выездного заседания коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Еще совсем недавно в пятиэтажке 1977 года постройки вовсю кипела работа, а сегодня внутри подъездов и во дворе уютно и красиво. Дом включили в план капитального ремонта. В здании полностью заменили канализацию всей инженерной коммуникации. Внутри квартир. Починили кровлю, цоколь и отмостки. Поставили новые подвальные двери, установили окна ПВХ на лестничных площадках. По плану работы. На все про все должно было уйти три месяца. Управились втрое быстрее. Люди работали в выходные, полностью выходные праздничные дни. Продлевался рабочий день людям. И еще немаловажный фактор о том, что параллельно работали все бригады. Это работали бригады и сантехников, и бригады кровельщиков, и общестроительные бригады. Слаженная работа всех служб позволила сэкономить средства на капремонт. А значит, городу есть что показать, и площадка для коллегии выбрана не случайно. Город Бобруйск не первый, не второй в республике. Здесь действительно большой жилищный фонд, и есть что показать. Это тенденция развития системы ЖКХ, послужить на стоимости квадратного метра ремонта. Ведь мы с вами его потом оплачиваем. Если в среднем по республике он больше 100 рублей, то по этому дому сложился 83. Поэтому эти мероприятия на этой направлении, думаю, коллегия на этом и построена, чтобы мы смогли показать и хорошую сторону, так, наверное, и плохую. Следующий объект – реконструкция городского коллектора 1976 года постройки. Отрезок канализационного трубопровода протяженностью более трех километров проходит под главными дорожными артериями – улицами Чехова, Крылова, Горького, Гоголя и Интернациональной – и забирает больше половины городских стоков. На реновацию объекта на выгодных условиях получили внешний кредит. Министр Александр Терехов отметил современные европейские технологии. Это сложнейший объект с точки зрения инженерной подготовки и реализации. И вот его реализация таким способом, закрытым способом, она, конечно, более безопасна для окружающей среды, для жилых домов и очень серьезно продлевает срок службы коллектора. К восстановлению объекта приступили еще зимой. На сегодня объемы работ уже выполнены на 50%, а значит, проект реализуют в срок. Окончание строительства запланировано на 1 августа 2018-го. От себя лично хотелось бы, конечно, поблагодарить жителей нашего города за то терпение, которое испытывают при реализации и тех неудобств, которые испытывают они от работы на данном коллекторе. За то, что они получат в будущем? Надежность эксплуатации данного серьезного объекта. Дом на Ковзана-3 с 87-летней историей – еще один пункт в списке посещений. По техническому заключению здание было признано непригодным для проживания. Это один из последних домов, где коммунальные квартиры с общими кухнями, санузлами. Его реконструкция была нецелесообразна, поэтому было принято решение о его сносе. Ну и в дальнейшем, я так думаю, что здесь будет какая-нибудь построена многоэтажка. На примере трехэтажки коллеги наглядно продемонстрировали, как отходы превратить в доходы. Купленная городом дробилка перерабатывает старый кирпич, бетон и железобетон в материал, который будет повторно применяться, например, при ремонте транспортных артерий. А значит, мусорные полигоны будут не так захламляться строительным мусором, а дороги в будущем станут ровней. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.